У нас Сергей Жирнов на связи, и я рад его пригласить в этот эфир. Здравствуйте, Сергей Олегович. Привет, Юрий, и привет всем нашим зрителям. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, я не планировал обсуждать эту новость, но хочу начать, потому что сейчас воют буквально, воют телеграм-каналы в российском сегменте, телеграм, собственно, и они говорят о том, что масштабный, просто неистовый сбой интернета. То есть не открываются какие-то приложения, не работает интернет, все началось с Дальнего Востока, вот это все каким-то образом переместилось в другую часть Российской Федерации. И у людей огромные большие проблемы. Уже сейчас пишут, что Минцифра России якобы сообщает о том, что в ближайшее время все решится, но это историческое для интернета, для Рунета событие. То есть я не знаю, кто к этому может быть причастен, какая здесь была задача. Нам за всем этим, конечно, приятно наблюдать, но вот как вы на это смотрите, что скажете нам? Вы знаете, это Российская Федерация. То есть, во-первых, самый первый ответ, когда у них что-нибудь там не работает, это просто русский бардак. Да, потому что это Российская Федерация, потому что если у них взрываются трубы, то чего это, чего, Байден что ли им там взрывает трубы? Нет, не Байден. Значит, если у них останавливается интернет, значит, что-то у них там с интернетом плохо. Ну, дальше просто выбор у нас. Это у них с интернетом плохо, потому что бардак, или потому что они такие дураки, или потому что они решили, так сказать, попробовать, а как вот это будет, если остановить интернет? Вы правильно сказали, что нам это замечательно, потому что вообще, если вот говорить там, когда этот вот русский народ проснется, он вот может проснуться только, когда его лишат чего-нибудь такого, от чего людей ломает. То есть вот если там пьянь, допустим, перестать завозить водку в магазины, да, то вот через 24 часа будет революция, потому что вся пьянь, которая сидит, значит, там без водки, она у нее, значит, все, она просто выйдет. И ей, главное, терять нечего, потому что у них же ломка начнется. Сразу они говорят, как, где, где моя водка? Вот, ну, там, пиво, неважно, да. Кто-то там наркоту, если ему-то перестать поставлять, тоже ломкой начнут, я не знаю, там, бузить, ходить перед администрацией президента и говорить, где моя наркота? Вот, ну, а вы же сами понимаете, что интернет при всем хорошем, это тоже зависимость психологическая, в общем, это почти болезнь, вот, по себе знаю, вот, проходил через эти стадии, вот, слава богу, так сказать, с собой справился и в этом смысле, ну, даже без, будете смеяться даже без психиатра и даже без этого, там, психотерапевта, вот, потому что все-таки меня учили, в КГБ долго и отбирали долго, меня самое главное отбирали, когда туда, знаете, у нас есть такая, есть такое устоявшееся выражение морально-психологическая устойчивость к стрессу, вот, то есть, вот, в КГБ отбирали людей, особенно в разведку, а тем более в нелегальную разведку, отбирали людей, которые могут годами, значит, противостоять каким-то негативным воздействиям, поэтому меня этим делом не проймешь, ну, вот, мы же понимаем, да, вот, что, допустим, там, подростки, которые сидят у себя в комнатах, и занимаются тем, за что теперь в Государственной Думе наказывают, вот, и смотрят интернет, да, потому что я вам, кстати, еще есть такая статистика замечательная, потому что все люди считают, что вот, когда там интернет включают, то все люди там Википедию читают, нас с вами слушают, да, вот, не обощайтесь, Юрий, вообще 80% трафика мирового интернета – это порно, да, чтобы вы понимали, вот, отчего Российская Федерация отключает интернет, 80% трафика – это порно, люди смотрят просто хард и, значит, возбуждаются, и, соответственно, если у них там что-то, какие-то перебои, то все, ну, люди просто на стенку лезут, потому что Виагру-то съели, а, типа, посмотреть не на что, вот, и поэтому, ну, начнут соседок там и соседей насиловать, вот, начнут голышом выходить на улицы, вот, потому что это, в общем, люди, которые подсели уже на этот тяжелый наркотик, а интернет – тяжелый наркотик, вот, дальше, даже те, кто не сидят в порно-сайтах, они сидят в соцсетях, а это тоже тяжелый наркотик, да, потому что, в общем, там ни о чем, но вот, с одной стороны, вот, зет-патриот, они же с утра до вечера сидят и говорят, там, вот, украинцы, там, неонацисты, там, вот, туда-сюда, Путин замечательный, вот, это, и вот, они же без этого, ну, как, вот, без этого сидеть целый день, они же тогда, им надо работать идти куда-то, деньги зарабатывать какие-то, да, вот, там, я не знаю, о детях заботиться, там, я не знаю, ремонт в квартире делать, там, я не знаю, бабушек через дорожку, через дорогу переводить, то есть, там надо тогда заниматься каким-то конструктивным делом, а они от этого уже давным-давно отвыкли, вот, так что, на самом деле, это очень хорошая, Это очень хорошая информация, потому что люди в Российской Федерации, причем, вы знаете, здесь же ведь еще такая вещь, чем беднее страна, Российская Федерация бедная страна. Я имею в виду не в смысле там, у них там миллиардеры, ради бога, это их проблемы. Но население, в принципе, нищее для страны, которые там, я не знаю, 17,5 миллионов квадратных километров, где вся таблица Менделеева, где я там не знаю, там золото, бриллианты, газ, нефть и прочее. Они нищие просто, то есть они свой народ держат абсолютно, Путин свой народ держит абсолютно в черном теле, и у них единственное, так сказать, удовольствие, это либо ханку пить, либо ширяться, либо сидеть в интернете. И когда, если им отключат интернет, то вот я так думаю, что вот тогда революция может у них там и произойдет. О, вот это интересная, кстати, мысль. Да, будет любопытно проследить за этим. Главное, чтобы это привесло знаки в тенденцию и больше поводов для обсуждения подобных у нас было в эфирах. Сергей Олегович, давайте обратимся к процессам внутри Российской Федерации. Я сейчас говорю о так называемых выборах в России. Ну, вот эта вот игрушка, которую для себя придумал Путин, как мы с вами в эфирах тоже любим говорить, и называть, собственно, это так. Так вот, Борис Надеждин дал интервью, и он сказал о том, что, во-первых, он видит, что у него растет рейтинг, у него есть соответствующая социология на руках, но обнародует он ее 31 января. 31 января – это последний срок, я так понимаю, когда ты должен собрать подписи и уже, собственно, с документами пойти в цикл для того, чтобы тебя зарегистрировали. Так вот, но он сказал следующее, хочу процитировать. Не все пока можно говорить, но в ближайшие дни будет много очень интересного. Вы просто удивитесь, что будет происходить. Конец цитаты. Что будет происходить? Дождаться нам нужно сутки, 24 часа, вот будем сегодня сидеть, значит, спать не будем сегодня ждать, значит, смотреть на часы. Там, я не знаю, есть бутерброды по десятому разу, пить кофе, чай, чтобы, не дай бог, не заснуть, а вдруг он ночью объявит. А мы проспим это дело, да, и не узнаем, и не узнаем прямо, что там будет интересного. Вот, ну, нет, это он, конечно, это он придуривается, то есть он, как это называется, это цирк с конями, и он тоже участвует в цирке с конями. Это надо понимать, что все-таки выборов там никаких, конечно, нету, если бы вот у Бориса Надеждина не образовались эти очереди людей, которые ставят за него подписи, с одной стороны, и не образовалось бы довольно много донатов от простых людей, то вообще бы там не о чем было говорить, потому что он, конечно, человек не глупый, не самый плохой, так сказать, но, в принципе, мы же понимаем, что, да, что все это цирк с конями, все это театральная постановка. Вот, но вдруг у него образовались очереди, и появилась интрига, и интрига, самое главное, дадут ему доступ к выборам и не дадут, и вот это сейчас от этого все и зависит. А дальше интрига какая? Если ему не дадут, то по какой причине? Потому что все видели его очереди. Отрицать, что у него есть все подписи, невозможно, просто невозможно, это юридически, не юридически, не логически, никак, технически нельзя обсуждать, потому что ни одного кандидата, который сейчас зарегистрировано, включая Путина, ни одного человека в очереди не стояло, у Надеждина стояли тысячи людей по всей России и даже за границей. И он, на самом деле, он, я думаю, не ожидал сам всего этого дела, я думаю, что он не ожидал сам, что ему удастся не просто собрать, а собрать в два раза больше, чем нужно, и что это все будет видно вот так вот, по невооруженным глазам. Снять там видосы, там фотографии, все это, и это не спрячешь никуда, это вот против этого, строго говоря, сделать ничего нельзя. То есть, грубо говоря, там Кириенко, который сказал там кому-то там Громову или кому-то еще там, или Вайна, или Путину, типа, ну давай его пустим, потому что нифига у него не получится, там, потом дадим ему 0,5 процента или сотых, вот, и поиграемся с этим сборей. Вот, а у него вдруг ба-бах, и эти очереди выстроились, и все, а теперь его, вы знаете, это вот такая же история, как зубная паста из зубной, из этой самой, из тюбика. Вот ее в тюбик обратно уже нельзя загнать, то есть, если она уже вылезла, вот если эти очереди, зубные пасты Надеждина выстроились на улицах, и все это видели, весь мир это видел, вот, то загнать обратно это уже невозможно. Все, Джина выпустили из бутылки. И поэтому он это все и дело понял, он пока очень аккуратно все-таки говорит, он говорит, потому что его там, он, кстати, пророческие слова говорил, когда его спрашивали, Борисович, а вы хотите победить Путина? Он говорит, мне бы в тюрьму бы не сесть и не стать бы иностранным агентом, вообще-то. Вот, и вдруг, значит, тут возникает какой-то чувак там, это стукачок, который на всех стучит, у него там работа такая, вот, или там у него даже это не работа, это у него хобби такое, это вот по-человечески, вот ему нравится на всех стучать. Я даже не знаю фамилию, мы в любом случае не будем делать ему рекламу, какой-то есть там стукач такой публичный, российский, который стучит на всех. И настучал на Надеждину, говорит, это самое, давайте вот мы его объявим иностранным агентом. На Галкина, на Пугачеву, на Олег и Джаку. На всех, на всех, на всех, на всех. Вот, я удивляюсь, почему на Путина и на Лаврова не настучал, потому что там же у них же тоже там доходы всей в иностранной валюте тоже, и дочки там жили за границей вообще там, и женаты были там, даже замужем были за голландцами какими-нибудь там, то есть вообще там жуть совершенно в Российской Федерации. Если посмотреть, то это просто жуть. Кстати, вот недавно я видел ролик в Башкирии. Вот вы знаете, это нашим зрителям, я советую прогуглить там чего-то там, расследование чего-то там в Башкирии. И вот весь этот Радик там их главный губернатор, у него там дочка в Лондоне там и так далее. То есть у них в Башкирии у всех дети в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне и так далее и тому подобное. И замки, 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 замки в Москве, квартиры 2, 3, 10, 15. Вот, но это мы немножко отвлеклись. В общем, и сейчас вот 31 числа ему завтра надо будет сдавать эти самые подписи. И формальной причины отказать ему нет. Вот, ну никак, потому что если даже 200 тысяч, да если даже половина неправильная, то всегда половина будет правильная. Тем более, что у него очень серьезный подход на самом деле. Он человек такой системный, то есть в смысле он набрал довольно много народу, потому что ему прислали много денег. Он набрал просто много народу за деньги. Этот народ сидит за деньги и верифицирует эти подписи. И плюс, каждый подписной листочек они сканируют. То есть никуда их не денешься. У них есть электронная копия всего того, всех тех людей, которые за них подписали. Вот, и, а дальше, значит, вариант какой? Ну, вообще-то он очень неудобен путинскому режиму. То есть, по идее, им надо его рубить, не допускать до выбора. И, соответственно, вот дальше будет, вот я так думаю, что вот это как раз Надежда наимеет в виду. Потому что если его не допускают, то вот дальше начинается попытка создать какую-то революцию Башкирия номер 2. Но в Москве. И там по всей стране. Он, кстати, хочет по всей стране. Он не то, что говорит, мы там революцию устроим, громить, пойдем коктейлями Молотова забрасывать эти самые ЦИК и прочие всякие уики. Вот, нет. Он говорит, что я просто обращусь ко всем людям, которые подписывали за меня. Чтобы они просто пришли и сказали, а мы возле человека отдавали подписи. Где моя подпись? Почему ее признание независимое? Не это самое, не действительное. Ну, здесь, конечно, откровенно говоря, это детский сад, потому что, в общем, люди не активно выступают. Вот они пассивно готовы выступить. А активно я очень сильно сомневаюсь. Но я могу ошибаться, потому что, в общем, за 24 года от старого пердуна всем уже, ну, обрыдло это морда. Вот. И надоел всем. И, в общем, бабахнуть-то можно. Мы с вами уже говорили 10 раз, что никто не знает, где бабахнет, но бабахнуть может. Причем может совершенно по непредсказуемой какой-то вещи. Вот у подростков где-нибудь там в Сыктывкаре отключат порно, и все. И они, значит, с ума сойдут, потому что это, гормоны-то играют, а не с чем играться. Вот. И пойдут громить, я не знаю, там первые попавшиеся, там, чего-нибудь на улице. Вот. Но на таком уровне. И плюс люди, которые вот все-таки вышли подписаться за Надеждина, это люди, которые решились. Потому что, на самом деле, вы же там рискуете. Там же надо ставить свои данные полные. То есть, на самом деле, вот, когда собирают такие подписи, это практически как база данных несогласных людей с режимом. То есть, вот дальше просто ФСБ берет его эти все подписи и пошли по квартирам, типа, подписался вперед, значит, к Навальному, а вот тебя к Карамурзия, а вот тебя к Яшину, а вот тебя к Гиркину, а вот тебя и так далее. Но всех не пересажаешь. Ну, эти же людей немало. Они всех упаковывают. 200 тысяч не пересажаешь. 200 тысяч не пересажаешь. Да. Слушайте, так им есть чего бояться или нет? Они же понимают, когда они приходят на эти, как это называют, ну, центры, да, где подписи ставят. Они же понимают, что может быть? Вы знаете, я думаю, что людям просто наступает какой-то момент, когда им уже все равно. Все равно. С одной стороны, а с другой стороны, а с другой стороны, им формально предъявить нечего, потому что это же подписная кампания, официально утвержденный кандидат, которому дали возможность собирать подписи, почему нет. То есть, опять же, ни в одном суде, вот, я дальше буду говорить странные вещи, ни в одном суде это не примут, да. Как будто бы мы говорим про французский суд какой-нибудь там, или английский, или Женевский суд. Вот, то есть, мы же понимаем, что, ну, в общем, всех не пересажаешь, 200 тысяч не пересажаешь. Так, еще один момент, и пойдем далее. Значит, Абаз Галямов у себя написал о том, что Надежду, мне, ну, там, припоминают то, что он когда-то в прошлом вполне себе благополучно взаимодействовал с властями, там, какие-то отрывки, эпизоды из телепрограмм, его высказывания и так далее. И я хочу спросить, это технология против него, то есть, таким образом, он раздражает власть, и против него начинается какая-то кампания? Или это, опять же, цирк продолжается, все актеры знают свою роль, и все в этом участвуют? Ну, вообще-то, все остальные, конечно, это актеры, это статисты, которые знают свою роль, и все в этом участвуют. А дальше, я видел вот пост Абаз Галямова, он все правильно написал, я с ним согласен на 100%. Я просто приведу вам конкретный пример. Борис Николаевич Ельцин, первый секретарь Свердловского обкома КПСС. Свердловского обкома КПСС. И он был дважды президентом Российской Федерации. То есть, понимаете, когда страна из чего-то пытается там уйти или вырасти, или перерасти, или стать нормальной страной, она же ведь, не бывает такого, что вот говорят, ну, теперь мы эту страну всю стираем, вот 140 миллионов они просто стираются, мы их посылаем куда-нибудь там на Марс, там происходит обработка мозгов, и дальше, значит, им вставляются чипы, Илон Маск им вставляет там новенькие чипы, и все, и они с новой памятью, абсолютно вот с нуля, перезагруженные, возвращаются обратно в Россию, и вот тогда все белые пушистые, потому что у всех, значит, ну, вы сами понимаете, что такого не бывает. Да, в жизни такого не бывает. Любая революция – это всегда революция, которая старая страна, которая пытается стать новой. Вот, но это всегда старая страна, точно так же, как большевики, там были старые специалисты царские там и так далее, и они там кого-то терпели, кого-то расстреливали, кого-то сажали в гулаг, но кого-то и перемололи, да, и вот были, значит, такие царские специалисты, например, которые работали в индустрии, там, я не знаю, в науке, в преподавании, в журналистике, где угодно, даже в спецслужбах. Вот, так что в этом смысле сколько раз уже наша страна через это переходила, ну, по крайней мере, там, революции всякие, и плюс на выходе из Советского Союза, ведь никого же никуда не дели, да, кто помнит, то просто уехали, у кого была возможность там, кто знали иностранные языки, у кого были профессии, с которыми можно пристроиться куда-то там за границей, они просто уехали, а те, кто остались, они вынуждены были там перестраиваться все, вот перестройка Горбачевская, то же самое, ведь перестройка, да, перестройка, то есть не снести все, а потом строить заново, а перестроить, это вот из того, что есть, вот из дерьма конфетку пытаемся сделать, да, вот то же самое и здесь. Да, конечно, у каждого есть, ну, с другой стороны, что дальше, вот я вам про Ельцин сказал, такой громкий пример, а дальше, ну, вот перед вами сидит пример вот в очках и на фоне книжек своих, говорит, я же в КГБ служил, я же в КГБ служил, да, то есть, ну и все, и нормально, вот, ну, мозги-то у меня, и даже в КГБ, когда я служил, у меня были те же самые мозги, вот, просто, когда была, не было возможности что-то там говорить, у меня было, ну, скажем, хватало ума не всегда это говорить, хотя я говорил какие-то вещи, то есть, у меня такая жизнь, на самом деле, была веселая, я даже устраивал выборы в МГИМО, настоящие выборы в МГИМО, в комсомольской организации устраивал, то есть, революцию у меня маленькую, и удавалось, кстати, и устроили, и меня избрали, то есть, там должен был человек, ставленник парткома, а вместо этого ставленника парткома наш курс взял и прокатил этого ставленника парткома, члена партии, и выбрал меня, вот, ну, правда, через год меня как выгнали, так и задвинули, вот, то есть, это работает один раз, но на самом деле мы все работаем все-таки, мы живем в тех условиях, в которых мы живем, и в любом случае, даже если нам приходится что-то там перестраиваться, делать какую-то революцию, мы все равно исходим из того, какая окружающая ситуация, и какие возможности у нас есть, вот, Надеждин сейчас, это вот такая возможность, это понятно, что со всеми оговорками, да, спойлер, да, системный человек, да, понарошку все играли, да, вот, кто-то там проспал, Кириенко, не Кириенко, проспал эту самую историю, да, думали, что ничего не получится, и вдруг получается, потому что устали все от Путина, и потому что всем он надоел, и потому что цены на яйца, и потому что цены на кур, и потому что интернет отключает, и потому что башкиры, значит, тоже теперь, вот башкиры, кстати, мы продолжаем смотреть, потому что их там начинают сейчас убивать и сажать, а башкиры люди крутые, вот, когда их начинают крутить, они, они такие, вроде бы, такие вежливые, там, снежками бросаются, А потом вынут в Берданке ночью и всех перебьют там к чертовой бабушке. Вот и все. То есть там ничего не умерло тоже. Все греется. Знаете, эта самая сковородка, она на огне стоит уже давно. Она 24 года стоит на огне. — Сергей Олегович, помните, несколько дней назад буквально журналисты The Insider провели расследование и выяснилось, что депутат Европарламента от Латвии, по-моему, сотрудничает с ФСБ. Некая Татьяна Жданок. — Жданок, да, да. Какая-то украинская фамилия у тебя, я обратил внимание. — Ну да, может быть. И я вот о чем хотел вас спросить. А вот таких Татьяна Жданок. Насколько много в Европарламенте, в других институциях, которые сотрудничают долгие годы, там около 20 лет писали журналисты, если я ничего не путаю, с ФСБ Российской Федерации? Ну это же агент. — Да, много их. Их немало, я бы так сказал. Причем вот ее явно прошляпили, потому что про нее писали уже когда-то. То есть ее, в принципе, уже ловили. И она, кстати, не очень сильно скрывала, что она там с ними сотрудничает, потому что ей какие-то деньги переводили. Она с какими-то там георгиевскими ленточками там бегала по Брюсселю и по своей Латвии. То есть на самом деле она не очень скрывала, что она такая пророссийская, просоветская. Но просто сейчас вот там взломали у нее электронную почту и там нашли конкретную переписку с конкретными оперработниками и так далее. И, скорее всего, ее посадят. — Кстати, в той же самой... Подождите, это тоже... Нет, это был в Эстонии. В Эстонии нашли такого же профессора, который приехал из Ленинградского... Из Ленинграда откуда-то там преподавать. И тоже он там преподавал там типа лет 20 уже или 15. И, кстати, такой был довольно прогрессивный человек. Вот. А тоже оказалось, что он, значит, агент ФСБ. И вообще во всех бывших советских странах, ну, странах СНГ, там есть пятая колонна, потому что мы знаем, что там половина Нарвы, это даже не половина, а там 4-5 города Нарвы там в Эстонии. Это какие-то российские пенсионеры сумасшедшие, которые даже партии создают там, да, здравствует Россия. Им нормальные люди говорят, ребят, ну, если вы любите Россию, вон она, граница, вон, и до нее идти тут 5 километров. И давайте езжайте там 17,5 миллионов квадратных километров. Чего вы здесь сидите-то? А то, значит, вы здесь сидите вот в хорошей стране и мучите воду, значит, да, здравствует Путин. В Германии таких 3 миллиона русскоговорящих таких вот там есть данные, да, и так далее, и тому подобное. В том самом Лондоне. Лондонград, говорят, да, вот, значит, это самое, да, потому что все чиновники, кстати, вот такие, как этот Радик Хадыров там и так далее, Хабиров, они же там все свои семьи, там, все у них дети, внуки, бабушки, кошки, собаки, все живут в приличных странах. Ну вот, так что такого народа много. Тут вопрос заключается не в том, что взяли ее за задницу, извините меня за выражение, или не взяли. Надо взять с поличным, то есть ведь это же демократическая страна, Латвия, то есть надо предъявить в суд доказательства того, что есть. А вот ее, поэтому это и стало публичной историей, потому что предъявили доказательства, потому что нашли доказательства. Вот раньше, может быть, ее подозревали, но предъявить в суд нечего было, вот не было взлома на этой почте, и не было этих сообщений там и так далее. А теперь есть что предъявить. Вот точно так же этому самому профессору из Эстонии. Вот, но это сложно, потому что, вот вы знаете, когда в 2010 году был обмен нелегалами с американцами при Обаме, тогда Обам просто решил, что да нафиг нам, только-только мы разобрались с Российской Федерацией, с Медведевым в Грузии, опять портите отношения, давайте мы их просто выкинем в задницу и получим приличных людей, ну, с нашей точки зрения, приличных людей взамен. Вот, и получили, и причем они, значит, это была очень-очень странная вещь, потому что они говорили, давайте вот на одного, которого приличный человек для нас, для Запада, мы вам отдадим двух с половиной, то есть, потому что ваших мы не ценим, они два с половиной весят нашего одного, и отдали четырех на десятерых. Позвольте вот заключение буквально несколько минут, хочу вас расспросить о секретной резиденции Путина в Карелии, журналисты проекта Досье провели свое расследование, и вот выяснилось, что у него там есть вертолетные площадки, пирсы для яхт, форелевые фермы и прочее, прочее, прочее. И вот я хотел спросить, сколько у него таких резиденций? Насколько это, в принципе, секретные, есть ли реально секретные какие-то прям места? И зачем так много одному человеку? Нет, реально секретных никаких нету, потому что реально секретные, это надо куда-то в гору, там, под землю закапываться, то есть, я знаю, что у него есть там на Алтае какая-то штука вот такая подземная, и есть где-то там на Урале тоже подземная какая-то вещь, да? Ну, плюс Москва, метро-2, там, и так далее. Вот, а все остальное, как это, это не секретно, это просто малоизвестно, но на самом деле у них такие, у него таких дворцов, по-моему, называли штук 17 или что-то в этом роде, то есть, грубо говоря, ну, в каждом приличном месте, где есть хорошая природа и куда можно там поехать, вот, хотя вот, так сказать, Карелия, тут это бабушка надвое сказала, потому что там говорят мошкара, комары какие-то там, потому что, ну, вода, озеро и север. Вот, это там еще там надо, вот, ну, в общем, такие у него места есть. А почему у него столько? Да потому что человек из грязи в князи. Вот когда из грязи в князи, то это же ведь страшная вещь, вот нувориши, почему они нувориши? Потому что они новые, богатые, вот они еще не привыкли к тому, что такое деньги, они не знают, что такое деньги, и поэтому у них ведет башку, сносится абсолютно количество денег, и они начинают себе строить какие-то заводы, покупать себе яхты и меряются этими яхтами, а у меня она 2 метра длиннее. Вот как, так сказать, маленькие мальчики в путинском сортире, про который он все время говорит, значит, в школе или в детском саду меряются, значит, своими причиндалами, вот точно так же потом, когда они становятся миллиардерами, они начинают меряться машинами, яхтами, дворцами и так далее. То есть это, ну, убогое сознание, то есть у человека, у которого есть голова воспитания и у которого есть самоуважение, он просто к деньгам относится довольно спокойно. То есть он понимает, что, ну, есть, ну, появились деньги, ну, хорошо, ради Бога, то есть, так сказать, комфортную жизнь себе обеспечил ради Бога. Но эти люди или это вот какие-то, ну, совершенные уроды, типа там бандитов из бандитского Петербурга, которые просто наворовали вот там с калашами бабла, кучи совершенно, да. А мозгов-то нету никаких, поэтому они считают, что вот если они там купят себе там 10 красивых машин, то у них что-то в голове прибавится или там люди будут к ним относиться совсем по-другому. Это цивилизационная проблема, это культурная проблема, это невоспитанность. То есть Путин, мальчик из-под воротни, ну, вот какой есть, вот такой он и есть. И дорвался до бабла, и добрался до неограниченной власти, которую никто в Российской Федерации не может ограничить. Потому что в нормальной стране ему должно бы, давно бы устроили импичмент, и он бы и выперли в отставку. А в нашей стране считается, что если ты стал начальником, то вот и воруй тогда. И самое главное, что даже у населения, у которого это все своровали, они говорят, ну, ему же полагается, он же начальник, он же царь. Спасибо вам большое за этот эфьер, Сергей Олегович, было очень интересно. Берегите себя, пожалуйста, и до скорой встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok